МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боевые гранаты вне зоны Атовриноской области. В результате взрыва РГД-5 погибли люди откуда в Полесье оружие. Борьба за доступ к морю, как активисты в Одессе из закрытого пляжа сделали общественный. Тарифы на газ для населения повышать не будут. Так решили на заседании Кабмина. Хотя ранее украинский монополист Накнафтогаз заявлял о желании повысить стоимость топлива. Подробнее в нашем материале. Нафтогаз хочет больше денег. На рассмотрение Кабмина компания внесла свой финплан на этот год, где черным по белому прописала повышение цены на газ для населения. По расчетам Нак с октября, тысяча кубометров газа должна подорожать почти на 19% или на 931 гривну. Повышение тарифов – золотая жила газового монополиста. Нафтогаз после прошлогоднего четырехкратного подорожания газа перестал быть убыточным. Более того, чистая прибыль компании составила 26 миллиардов гривен. При этом руководители и члены новсовета Нака себя не обижали. За прошлый год оклады топ-менеджеров выросли в 13 раз. К примеру, глава Нафтогаза Андрей Коболев получает более 2 миллионов гривен в месяц. В год это почти миллион долларов. Для сравнения, Барак Обама на посту президента США за 12 месяцев зарабатывал в 2,5 раза меньше – всего 400 тысяч зеленых. В то же время, обещанная три года назад реформа компании и демонополизация газового рынка пока остаются только на бумаге. И это, как утверждают эксперты, на руку руководителям Нака – Коболеву и Ветренко. Нынешняя цена на газ была установлена ровно на год – с апреля 2017 по апрель следующего года. Поэтому в Кабмине отказались пересматривать тарифы и посоветовали Нафтогазу умерить аппетиты. Есть пропозиция, когда мы подтверждаем этот план, Нак-Нафтогаз вместе с Минэкономразвитком, Минэнерговугилем и Минфином скоррегировать показатели доходной части финансового плана на 2017 год, соответственно к действующим ценам на 1 квадрата 2017 года. Негазом единым. На заседании правительства сегодня отчитывались за полгода работы. Чем хвастают министры и какие хвосты еще надо подтянуть, расскажет Анна Каменева. После вчерашнего празднования 100-летнего юбилея украинского правительства министры собрались теперь уже на традиционное заседание. Начали с отчета за последние полгода работы. Об успехах и планах почти час рассказывает премьер. Изменения в стране называют капитальным ремонтом. И экономика, говорит, растет за первое полугодие плюс 2,5%. И зарплата средняя по Украине уже 7 тысяч превысила. Дороги ремонтируют, медицинские программы работают по полной, улучшают и бизнес-климат в стране. Впрочем, здесь есть проволочки. Обещают премьер к сентябрю провести монетизацию субсидий для тех граждан, которые зимой экономили. Решили не затягивать также с созданием госреестра получателей таких выплат. Зазначенный реестр будет создан до конца года и с следующего года обеспечивается его функционирование. Створение такой системы единого государственного облика даст возможность подвищать эффективность реализации зазначенной программы и адресность этого вида государственной помощи. Планов у правительства на второе полугодие много. Начать разрабатывать земельную реформу, продолжить пенсионную, медицинскую и реформу образования. Сейчас, по словам премьера, мяч на поле парламента. Когда будут ухвалены те решения, за которыми мы готовы нести, я особо готовы нести ответственность как премьер-министр, Украина абсолютно четко станет на шлях пришедшенного экономического возрастания и восстановления социальной справедливости. Предложили министры-нардепам к рассмотрению еще один законопроект о повышении акциза на алкоголь и табак на 11%. Впрочем, всем этим документам придется ждать, когда парламентарии вернутся с каникул. Еще минимум месяц. Анна Каменева, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. И о делах депутатских. За Михаила Добкина внесли залог 50 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного блока. Нардеп Вадим Новинский заплатил за своего однопартийца 30 миллионов, а бывший вице-премьер Борис Колесников 20 миллионов. Напомню, генпрокуратура вручила Михаилу Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий, после чего Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца с правом внесения залога. А в отношении другого народного избранника САП будет повторно обращаться к Верховной Раде, если Борислав Розенблат не внесет всю сумму залога, а это, напомню, 7 миллионов гривен. Для того, чтобы найти деньги, у него есть 5 дней. При этом уже внефракционный нардеп заявил, что необходимой суммы у него нет. Дело Розенблата напоминает другой процесс против нардепа-радикала Игоря Масичука. Осенью 2015-го с него также сняли неприкосновенность и задержали прямо в парламенте. Генпрокуратура обвиняла его в коррупции и хулиганстве. В сессионном зале тогда показывали видео, на котором нардеп называл конкретные суммы за депутатский запрос. В итоге он все же попал в СИЗО, но через два с лишним месяца вышел на свободу. Больше никаких подвижек в его деле не было. Хотя не так давно заявитель в деле Масичука Игорь Кобец рассказал, что у ГПУ достаточно доказательств против радикала. Я есть заявником по справе Масичука. Відео, которое представил Шокин в Верховной Раде, на ньому есть я и Масичук. Я хочу, чтобы Луценко довел справу до логичного конца, до суду. И прошу вас, всех народных депутатов, сняти недоторгані своим голосованием с Масичука. Также я хочу поведомить, что у меня есть информация, что в ГПУ достаточно доказательства по Ляшку, по Лозовому, по Масичуку. По Масичуку років на сто. Также я запрошую Ляшка, который кричит, что он честный, Масичука, который кричит, что не брал у меня деньги. До Лозового пройти полиграф на всю Украину. Разломали электронную почту и пробрались в офис. Нардеп Сергей Каплин обвинил советника министра внутренних дел Илью Киву в кражу документов. Парламентарий заявил, подготовил обращение в ГПУ из-за беспорядков, которые вчера возле Печерского райсуда столицы устроил радикал Игорь Масичук. Отправить документ в Генпрокуратуру, утверждает Каплин, до сих пор не успел. Однако обращение уже появилось на странице в фейсбуке Илья Киву. Нардеп утверждает, что его почту взломали несколько дней назад. Он обратился в ГПУ и СБУ с требованием расследовать преступление. В МВД очередного назначения начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброскина по выселям. Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его первым замом главу нацполиции. Теперь Аброскин будет курировать криминальный блок. Все детали в нашем материале. До оккупации Крыма России Вячеслав Аброскин работал на полуострове в Севастопольском город-деле. В ноябре 2014-го он возглавил милицию, а спустя год уже полицию в Донецкой области. На этом карьерный взлет Аброскина не закончился. В марте 2017-го года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его заместителем главы нацполиции. Правда, это кадровое решение вызвало множество вопросов. И дело не только в перманентных конфликтах с добрабатывцами и активистами, которые обвиняли Аброскина в бездействии по отношению к боевикам и их сторонникам. Что касаемо господина Аброскина, у меня вопрос, почему его полицейские так защищают маргуна, который был во время ДНР начальником полиции города. То есть господин Аброскин набрал фактически это, вы понимаете, это наемники. Наемники, которые все равно кто. Чего стоит лишь одна история разграбления Мариупольского нефтепрерабатывающего завода. В 16-м году при полном бездействии блюстителей порядка, которыми, напомним, руководил тогда Аброскин, неизвестные автоматчики в масках вывезли оборудование на миллионы долларов. Подробности расследовали это дело. Местные активисты утверждают, что все это происходило под контролем тогдашнего главного полицейского области. Кроме того, нам удалось найти свидетеля. Это бывший директор по рискам Укрсоцбанка Павел Гошковец. В момент захвата предприятия он находился на территории. Говорит, что обращался во все правоохранительные органы и госструктуры, пытаясь остановить грабеж завода. Но тщетно. Не помог ему и Арсен Аваков, с которым он встречался лично. У нас была короткая встреча. Для меня она выглядела очень позитивно. Господин министр был очень возмушен. Передо мной позвонил и начальнику милиции в Мариуполе, и начальнику полиции и охраны. Попросил их разобраться, сделать быстрее шаги для того, чтобы воровство на заводе прекратилось. И ничего. Было открыто 4 уголовных производства, которые безрезультатно расследуют по сей день. Несмотря на это, карьерному росту Вячеслава Броськина ничего не мешает. И глава МВД, прекрасно зная ситуацию на Мариупольском нефтеперерабатывающем, продолжает подписывать указ за повышение бывшего главного полицейского Донецкой области. Пока в МВД проводят кадровые ротации в Киеве, средь бела дня расстреляли мужчину. Это произошло в одном из жеков Подольского района. Трое неизвестных из пистолетов четыре раза выстрелили мужчине в голову. Затем выхватили у потерпевшего сумку, в ней было 200 тысяч гривен, и скрылись. Мужчина госпитализирован, о его состоянии пока ничего не сообщают. Задержать злоумышленников по горящим следам полицейские не смогли. Пострелять в столице решил и пьяный полковник разведки. Бывший сотрудник Минобороны Александр Конотопенко заехал во двор жилого дома и на автомобиле, и несколько раз выстрелил из боевого пистолета. Когда на место происшествия прибыли полицейские, нарушитель выбросил оружие и попытался скрыться. А после задержания показал служебное удостоверение и попробовал замять конфликт. Когда не получилось, стал вести себя агрессивно и даже набросился на правоохранителей. Разведку никто не имеет права даже трогать. Если ты не знаешь... Так вы же говорите, что вы не разведчик. Нет, ты уведел мою ксилу. Это ваша ксила? Не знаю, моя ксила. Ну так вы определите. Я боргуюсь завтра на куски. Да б***ю у тебя. За что? Я не разведчик, я на пенсии. Все. Два взрыва с интервалом в полчаса. Оба в разных районах Ривненской области. В обоих случаях взорвались гранаты РГД-5. Погибли люди. Почему рвутся боеприпасы в сотнях километров от зоны АТО, выясняла Инна Белецкая. Маленькая Заречная сегодня гудит. В старом доме на одной из самых тихих улочек райцентра вчера погибли три человека. О том, что случилось ночью за синей деревянной дверью знают даже те, кто не слышал взрыва. Соседи рассказывают, оружия сейчас везде много. И в райцентре, и по селам. По версии полиции, гранату к соседу домой принес 25-летний парень. Дочка была присутствия в помешканне. Батька, властник помешканья, дочку выгнал, сказал, что иди там погуляй. Вона побачила в руке предмет, похожий на гранату. Вошла, пошла до родичей, начала им рассказывать. В полицию не зателефонувала. Потом пролунав вибух, и уже было установлено, что разбирали РГД-5, гранату. Родственники парня утверждают, у него были знакомые, которые приехали из зоны АТО. Через полчаса после взрыва в Заречном граната разорвалась в этом двухэтажном доме. Погиб 20-летний парень. Он уже успел отсидеть за мошенничество и подозревался в грабеже. Находился под домашним арестом. Было установлено, что в руках покойника выбухнула граната РГД-5. На данный час следственным отделом Саренского отдела полиции открыто криминальное проведение за статтею 115 Криминального кодекса. Основная версия это самогубство. Откуда гранаты в полиции обещают выяснить? Но выяснят ли? Оружия на полесье много. Гранатами, брошенными во дворы прокуроров, чиновников и янтарных бизнесменов, здесь уже никого не удивить. В этот раз боеприпасы привели к четырем смертям за одну ночь. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревнынская область. На Донбассе сегодня погиб украинский боец. Он попал под огонь снайпера в районе Марьинки, сообщили в штабе о том. Армейцам все чаще приходится сдерживать врага, стреляя в ответ. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. На позициях украинской пехоты за Авдеевкой железное правило передвигаться только по траншеям. Армейц с позывным «Кавказ» демонстрирует, из-за тишины и густых зарослей возникает обманчивое впечатление, что враг далеко. Вчера вот это попало. Прямой наводки из крупнокалиберного бьет и именно снайперы работают. Поэтому здесь нежелательно так открыто ходить. Вот это они прострели дело сейчас тоже. За позициями и действиями противника военные могут наблюдать только вот из-за таких стен, которые как щит защищают от пуль боевиков и используют вот такую трубку разведчика. Издалека от дороги они стреляют. Там танки под мостом, если это мы знаем. Они стреляют минометами, 82-й, позавчера было 120-ми. Они стреляли по позициям, по деревне, в основном по Авдеевке. Пили, но приходов было больше 10. Боевиков приходится держать под постоянным зрительным контролем. Минут 10-15 выходим и просматриваем, чтобы они ни в коем случае сюда не шли. Почему тихо так разговариваем здесь? Потому что они тут недалеко. Я же говорю, что метров 50. Стреляют, чтобы помешать нам укрепляться, объясняет командир пехотинцев. Не даёт нам лучше окупаться, чтобы несколько снарядов влучали в старую часть города Авдеевка. Працуют они из своих позиций, которые есть. Это біля Осиновати, біля Яковля. Также они используют кучучий миномет, то есть позиции они часто изменяют. Сергей хозяин дома, куда прилетела одна из вражеских мин. Разорвалась, попав в покосившийся бетонный забор. Повезло, говорит Сергей, иначе бы снесло угол дома. Его и маму уберегли родные стены. Стоял на кухне, колотил кофе. Только хлоп, и всё, и пыль получается. Здесь дым, пыль. Все в шоке. Там у соседа, получается, в висок попал осколок. Соседям повезло меньше, работали в огороде. Не успели укрыться. Тишина была. Ни свиста, ничего не слышно было. Братьев со сколочными ранениями отвезли в больницу. Люди благодарны медикам, прежде всего, за то, что не испугались ехать в зону обстрела. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Рюбюк из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Южной Осетии грозит гуманитарная катастрофа из-за политики Москвы. Так считает президент Украины. Во второй день своего визита в Грузию Петр Порошенко посетил Цхинвальский район, где проходит линия разграничения с оккупированной РФ Южной Осетии. Порошенко отметил, что люди оказались за колючей проволокой, по одну сторону которой инвесторы, экономический рост, безвизовый режим и соглашение об ассоциации, а по другую слезы и гуманитарная катастрофа. Мы видим ситуацию, когда люди не имеют элементарных прав на медицинскую помощь, на школу для своих детей, на деньги для существования. И главное, они не имеют никакой надежды на то, что будет любой прогресс, пока там есть Российская Федерация. И это дает нам еще больше мотивации решительно бороться за восстановление территориальной целостности Грузии и Украины. И мы будем бороться, чтобы ликвидировать эти колючие дроты. Украина может наконец получить летальное оружие от Соединенных Штатов. Неожиданное заявление сделал представитель Пентагона. О каком именно вооружении идет речь, расскажет Дмитрий Анопченко. Слушания в американском конгрессе всегда приносят громкие новости. Это не пресс-конференция, где можно уйти от ответа. Выступая перед сенаторами, чиновники тщательно подбирают каждое слово. А часть показаний и вовсе дают под присягой. И слукавить значит понести уголовную ответственность. Вот и сейчас один из ключевых генералов Пентагона Пол Сельва был предельно откровенен. В коридорах власти, в том числе и в кулуарах Конгресса, давно уже поговаривают о том, что Вашингтон готов принять решение о выделении Киева оружия куда более серьезного, чем сейчас. И что даже якобы президент Порошенко конкретно детально разговаривал об этом с министром обороны Мэттисом в ходе своего недавнего визита в Вашингтон. Но сейчас и пресса, и, понятное дело, сенаторы задались вопросом, а каковы сроки? Когда это произойдет? Генерал Сельва впервые назвал четкие сроки. Мол, решение поставки вооружений в Украину может быть принято уже в течение нескольких ближайших месяцев. В предстоящие месяцы у Вас будет ответ на этот вопрос. Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковое вооружение, то есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное. Сельва объяснил, почему необходимо столько времени. По его словам, решение принимается не только в Америке. Вопрос согласовывают и с комитетом начальников штабов, и с европейским командованием США. Это будет больше, чем просто военные рекомендации. Это будет политический выбор, должны ли мы дать украинским властям средства, которые нужны им для того, чтобы защитить себя от поддерживаемых Россией бунтовщиков на Донбассе. И по той информации, которая просачивается из Пентагона, администрация Трампа, в отличие от Барака Обамы, который лично завитировал поставки оружия Украине, готова этот политический выбор сделать. Так что дело теперь за военными, и вопрос скорее уже в том, когда Пентагон согласует списки этого оружия для Украины и утрясет все другие необходимые детали. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Впрочем, в защите нуждаются не только украинские границы, но и пресса. Об этом заявляет председатель Национального союза журналистов. По словам Сергея Томиленко, за последний год участились нападения на представителей медиа. И потому он предлагает провести парламентские слушания по вопросам безопасности и свободы слова. Ведь ни один виновный до сих пор не наказан. Тормозится и расследование убийства Павла Шеремета. Журналисты требуют отчета, почему нет прогресса даже в самых резонансных делах. Сегодня мы считаем, что безкарность за злочины против журналистов достигла критичной межи расследования загибели Павла Шеремета. На жаль, и международные организации, и НСССР, и Украина мы констатуем отсутствие правосудия в этой справе. И отсутствие доверия к власти и к силовикам. Мы хотим остановить, соответственно, вот этот конвейер порушений прав журналистов. И рассматриваем, что именно парламентские слушания, на которые должны прийти керевники силовых органов, керевники власти, и ответить о том, что они не только на словах, а и на делах, как они докладывают усилия. Крайне обеспокоены неэффективностью расследования убийства Павла Шеремета и в Европарламенте. Евродепутат Ребекка Хармс призвала Украину выполнить свои обещания. А в Международном комитете защиты журналистов напомнили, за год следствие не предъявило никаких результатов. Завтра в Киеве запланирована акция памяти. Организаторы анонсируют шествие от места гибели Шеремета к зданиям СБУ и МВД. Печерский райсуд столицы арестовал два десятка автомобилей по делу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Все мышцы принадлежат охранной компании СКИФ. В военной прокуратуре предполагают, что подозреваемый с помощью этой фирмы маскировал и отмывал нелегальные доходы. Напомню, глава ведомства Анатолий Матиус заявлял, что Клименко нелегально вывел на счета нескольких компаний почти 800 миллионов долларов. Поместить под стражу виновных в организации убийства мэра Клименчуга и судей местного райсюда требуют родственники погибших. Напомню, четверых подозреваемых сначала арестовали, но неделю назад двух из них, Александра Мельника и Александра Кжановского, судья Киевского райсюда Полтавы, отпустила под домашний арест. Близкие говорят, что подозреваемые оказывают давление на свидетелей и запугивают родственников. Сегодня прокуратура требовала вернуть их в СИЗО, но судебное заседание не состоялось. Незаконная застройка в центре Киева. На месте, где под документом должна быть дача или гараж, растет многоэтажка. Чиновники о намерениях застройщика не знают или не хотят знать. Почему власти бездействуют, выясняла Елена Зорина. 18 соток с видом на Днепр. Цена за одну на вес золота, как треть квартиры в спальном районе столицы. Почти 200 тысяч гривен. Лакомый кусок земли в центре Киева облюбовали в начале лета. Классическая схема. Здесь появился забор, охрана и закипели работы. Что за ограждение можно увидеть разве что через щели в заборе. На стройплощадку не пускает вот этот мужчина в черном. Когда-то на месте нынешней стройки был ее сад в 90-е. Участки забрали и стали продавать. Теперь вместо деревьев у Людмилы Петровны строительная пыль. Работы, рассказывает женщина, даже ночью везти пытались. Сваи колоссальные были вот эти. Очень много биталном мешалок приезжало. А чем нам грозит? Ну, мы можем поехать. Территория уползнеопасная, подтверждают и эксперты. Один из домов, построенных ранее, уже немного наклонился в сторону. Что же здесь строят, можно только догадываться по этой картинке рядом с забором. Рабочие неразговорчивы. Где главный, где прораб? Главный. Активисты организации СтопКоррупции утверждают, здесь будет высотка, тогда как по документам земля для строительства дачи, частного дома или гаража, но совсем нет для многоэтажки. Там будет строиться, ну, как минимум, там, 10-16-этажный дом на этой территории. А этот участок позволяет просто построить домик на 2-3 этажа, но ни одного документа нет. Но есть этот участок на некого человека, это Кая-Ильхан. То есть это его собственность, этого участка. Если здесь вырастет многоэтажка, близлежащие дома могут и вовсе уйти в Днепр, утверждает директор института города Александр Сергеенко. Да и коммуникации с инфраструктурой тоже на такое не рассчитаны. В Шевченковской райадминистрации, где и должны бы заметить размах строительства, по подробностям спустя больше месяца ответили, застройщика проверят. А те, кто должны проверять, убеждают, уже это сделали. И строительство заморозили. До вересня месяцы есть в него срок. Однако на этот термин, ну, выполнение будильных работ, остановлено, есть ответный припас. Но работы по сей день ведутся сегодня. Их остановило, разве что наша камера. Увидев ее, строители мгновенно засобирались. Обед. Мы ничего не строим. У нас здесь просто спортивный интерес серьезный. Чиновники, контролеры оправдываются, мол, застройщик их предписания мог не получить. А к осени, возможно, разрешительные документы ему уже выдадут. В то же время эксперты считают, стройка может продолжаться и без них. Вы получаете 10 соток садебного забудования. Не ходите там проект затвердживать. Поведомляете, что вы начинаете будильничество. Когда половина квартир продана, считаете, что ваше будильничество уже окупилось. И тогда доказывать, что стройка незаконная будет сложнее, могут уйти не месяцы, а годы. Чтобы остановить застройку сейчас, активисты организации «Стоп! Коррупция!» обратились в полицию. Но пока ее реакции не последовало. Елена Зурина, Сергей Килимник и Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Мы не оставим без внимания эту скандальную историю и обязательно расскажем о дальнейшем судьбе незаконной застройки. В Одесской области за проезд к морю теперь нужно платить 20 гривен в час. На каком основании бизнесмены установили шлагбаум при въезде на пляж и как на это отреагировали курортники? Подробности знает Андрей Анастасов. Село Фонтанка под Одессой. За проезд на автомобили и стоянку возле моря теперь нужно платить 20 гривен в час. Нововведению всего несколько дней, но среди курортников уже резонанс. Люди не понимают, за что платят, но смиренно протягивают деньги. Ведь приехали позагорать, а не ругаться. За парковку. Где парковка? Парковка там. Да, парковка внизу. Я согласна платить внизу, понимаете. А здесь за что? За шлагбаум? Шлагбаум установила фирма, в собственности которой находится прибрежный участок. Говорят, деньги берут за благоустройство территории и парковку. Хотя выглядит это благоустройство весьма сомнительно. Пыль, сорняки и бездорожье. Вы платите за парковку. Которая нет. Ну почему нет? Ну же территория есть? Хорошо, на парковке есть аспальт? Должен быть. За что тогда я плачу деньги? Ну как минимум за проезд к парковке. По словам юриста, и установку шлагбаума, и тарифы они согласовали с исполкомом Фонтанского сельсовета. Но там чиновники будто вымерли. Все якобы на выезде. Местные общественники утверждают, если поднять документы, выяснится, спуск к морю не принадлежит частникам. Я считаю, мое мнение, это вне закона. Потому что они установили на коммунальной собственности Фонтанского сельского совета. Как на меня, это коррупция. Кто сюда приедет снова в таких условиях? Взять деньги коммерсанты попытались и с активистов. Но не получилось. Те силой подняли шлагбаум. Доступ к пляжу должен быть свободным. После этого еще минут 10 автомобили проезжали свободно. Затем охранники вернули шлагбаум на место. Ставить точку в этом скандале еще рано. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Балканы и Португалия охвачены огнем. Стамбулу топают в воде. А в Венгрии остановились поезда. Подробности этих событий и не только в нашем обзоре. В Венгрии остановили движение поездов международного сообщения. Полиция искала взрывчатку. О бомбе на железной дороге предупредила на ним. Силовики сняли пассажиров со всех 18 международных рейсов. Операция длилась несколько часов. Взрывчатку так и не обнаружили. Сейчас железнодорожное сообщение с другими странами возобновилось. Но проверки и обыски продолжаются. Пассажирский лайнер экстренно приземлился на Бермудских островах. Самолет следовал из Великобритании на Ямайку. Но из-за буйного пассажира экипажу пришлось срочно посадить борт. Дебошир набросился на стюарда. Угрожал и проклинал, на чем свет стоит. А когда другие пассажиры стали защищать борт проводника, переключился на них. Охрана лайнера и экипаж вместе скрутили скандалиста. Оказалось, мужчина был пьян. На Бермудах его задержала полиция. Горят леса на адриатическом побережье Балкан. В Черногории и Хорватии огонь приблизился к популярным курортам и угрожает отелям. Продолжается эвакуация туристов. Евросоюз отправил в Черногорию бригаду пожарных. Тушит лесополосу в районе города Тиват и украинский Ан-32П. Огонь сегодня вернулся и в Португалию. Там полыхают леса на севере страны. На Пиренеях, Суховей и температура плюс 40. А вот Турцию наоборот заливает. В Стамбуле затоплены жилые дома. Размыло дороги. Шквальный ветер повалил деревья. Потоки воды сносят автомобили. Закрыты станции метро. Из-за поврежденных линий электропередач тысячи людей оказались без света. Причина потопа – затяжные ливни. Непогода продлится еще два дня. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин